здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мейстер мейстер мы с вами поговорим об очередном ноже производства американской компании керша ланч 13 модель 7650 когда речь заходит о ножах производства американской компании керша сделанных в сша вот именно таких поменченных вот таким например американским флажком иногда может создать впечатление что эта компания постоянно выступает в роли какого-то такого догоняющего но вот действительно мало ли вы знаете ножей других производителей у которых сделаны рукояти из алюминия есть боковой выброс клинка с помощью вот такой кнопки с автоматом и какая-то такая среднего сегмента порошковой остальной клинке до вагон таких ножей на самом деле их прям действительно очень много но в ножах компании керша всегда отдельно привлекает то что несмотря на то что они могут быть в чем-то похожи на другие ножи но во первых в них всегда есть свой собственный узнаваемый стиль во вторых всегда хочется посмотреть на то сколько они стоят по сравнению с аналогичными решениями от конкурентов ланч 13 в этом смысле не исключение но есть у него и еще очень много интересных особенностей которые выделяют его даже среди ножей керша давайте посмотрим на нож поближе ланч 13 сохранил все фирменные особенности серии в которой он выпущен во первых это алюминиевая рукоять как правило она анодирована в черный цвет ну по крайней мере такой вариант есть всегда плюс у некоторых моделей есть цветные рукояти которых пока что у 13 ножа еще не видно но будем надеяться что появится во вторых это все из себя представляет ножи с боковым выбросом клинка с помощью фирменного механизма компании о нем мы поподробнее поговорим отдельно и здесь всегда сделаны клинки из стали cpm 154 то есть такой порошковой версии широко известной очень распространенной американской назову ножевой стали 154 7 для серии ланч с одной стороны рукоять на этого ножа не представляет из себя чего-то нового но с другой стороны нельзя сказать что она как бы несколько не развивает что ли все то что мы видели раньше ну во первых конечно нужно сказать что это рукоять пожалуй наверное самая сколитизированная во всей серии то есть особенно хорошо проявляет с этой стороны очень интересно так сделано заметно любопытно вот но и это один из немногих ножей у которого есть сквозные отверстия через рукоять не первый раз такое решение применяют в кирше но тем не менее здесь оно такое яркое очень красивое вообще в принципе конечно это очень любопытно вот даже в контексте дизайна всего ножа как это рукоять выписано сочетается как с клинком на клинке есть такие же какие-то фрезерованные такие ну назовем это выемки то есть в общем здесь действительно в плане дизайна очень постарались сделать чтобы он был таким с одной стороны весьма необычным с другой стороны очень узнаваемым и надо сказать что это удалось любопытной особенностью рукояти является ее вот такая переменная толщина которая надо сказать сразу что дает определенные ну скажем так особенности и может быть даже я бы сказал что удобства в хвате но почет удобства это мое личное мнение а вот насчет особенностей то уж точно тут не поспоришь дело просто в том что у рукояти есть вот в первую очередь такое очень серьезное утоншение находящиеся вот практически по центру то есть в этом месте рукоять там немного более 11 миллиметров и вот с моей точки зрения если вы берете нож в такой фехтовальный хват то вот очень удобно средний палец попадает именно в эту выемку ну надо сказать что у меня прям действительно очень так конкретно средние руки мне в этом плане повезло что в общем-то большинство дизайнов рукояти ножей они рассчитаны именно на тот размер руки которым я обладаю поэтому мне вот прям очень комфортно но вообще мой личный опыт подсказывает что все таки большое количество выемок на рукояти это как правило ну скажем так повод людям у которых руки не такие стандартные как у меня присмотреться повнимательнее действительно удобно ли им будет держать эту рукоятку так вот вот эта рукоятка она на самом деле действительно удобная то есть учитывая что это очередная рукоять серии ланч здесь нет никаких острых углов за нее очень удобно браться и у нее есть еще одна прекрасная особенность которую я очень ценю вообще в принципе в очень многих ножах от корпорации кай как ножах керша так и в ножах zero tolerance достаточно часто встречается тонкая рукоять при довольно таки вот широком выразимся так этом месте очень удобно держать нож в режущем хвате ну вот прям действительно захватывающе комфортно пальцы отлично помещаются при этом вот здесь это не для силовой работы это именно для вот поддержания в таком знаете аккуратном рези ну собственно говоря для чего форма вонклиф как раз гораздо больше соответствует нежели чем для попыток нарезания чего-то твердого на плоской поверхности потому что вообще в принципе не та форма которой стоило бы пользоваться единственный пожалуй нюанс на который следует обратить внимание это кнопка пускового механизма на ноже использован замок bottom lock как и на всех ножах этой серии тут хорошо видно как он работает и соответственно пружина в осевом узле и вот тут есть один такой нюанс в отличие от очень многих ножей если посмотреть вот так внимательно видно что кнопка несмотря на то что выемка вокруг нее есть но она торчит немного выше плоскости открыть нож подобным образом случайно будет все равно затруднительно потому что ну вот посмотрите здесь надо достаточно сильно продавить кнопку вообще в принципе я вот уже жму-жму нож все еще не открывается кнопка уже ушла вот так аж вот но потом когда он откроется вот когда вы берете нож в режущий такой действительно хват у меня лично получается так что как я нож не возьми у меня все время палец большой оказывается на кнопке вот в принципе даже я чувствую ход то есть при какой-то вот такой силовой какой-то работе относительно если придется нажать то будет ход кнопки но вот несмотря на то что вот сейчас я ее чувствую как я ее продавил я ее сильнее просто задавить туда не могу потому что у меня края пальца упираются в края вот этой выемки но тем не менее ход есть и вот в первый момент это может смущать но вот показываю в кадре что ну вот при таком вот хватит когда я действительно всей плоскостью пальца давлю на рукоять ножа несмотря на то что ход кнопки есть но нож не складывается он не сходит с замка и это на самом деле такой ну такой важный плюс действительно успокаивает как-то несколько хотя конечно когда первый раз берешь этот нож в руки думаешь ого вот прям палец прямо на кнопке такое довольно редко бывает на ножах с автоматическим выбросом клинка но тем не менее здесь вот сделано так другой такой интересный но дизайнерский действительно момент это конечно вот такая заглушка осевого узла назовем это место так очень красиво сделано видно что не пожалели часов оборудования с числовым программным управлением которое все вот эту красоту режет потому что в данном случае ну может быть имело бы смысл действительно какое-то сделать цветовое решение но я думаю что это в будущем то есть конечно чтобы подчеркнуть акцент вот на таком элементе можно было бы сделать его другого цвета где-нибудь там темно-синим или наоборотом ярко-голубым что-нибудь такое он тогда конечно вообще наверное блистал зеленый мог бы быть какой-нибудь насыщенный то есть прям так было бы здорово с обратной стороны здесь в принципе регулировочный винт но вполне такой обыкновенный для этого производителя при этом надо сказать что рукоять вообще вся в целом имеет довольно таки небольшой размер вот но в принципе удобно в любых хватах но вот здесь просто учитывая форму клинка которую использовали мы о ней поговорим немного дальше есть вообще очень серьезный вопрос насколько нужны этому ножу всякие разные любые хваты как я сейчас вырезался потому что геометрия клинка здесь такая это нож исключительно для того чтобы резать то есть все вот эти вот варианты с фехтовальным хватом которым предполагается там как-то рубить ну как-то еще конечно может быть можно здесь использовать но не очень понятно зачем обратные хваты так вообще ну у меня вообще сильное очень сомнение что ножу с вот таким кончиком не противопоказана ударная работа ну так если посерьезно потому что если у нас в чем-то завязань придется вытаскивать и скорее всего вы просто можете обломить довольно тонкий кончик этого ножа в общем смысла особенного нет здесь конечно самое главное чтобы рабочим максимально рабочим был вот именно режущий хват ну если отбросить какие-то нюансы то хват действительно довольно таки комфортный ну и баланс ножа учитывая что нам все-таки им резать вот так здесь с этим тоже все в порядке баланс находится прямо в подпальцевой выемке ну единственно что вся выемка немного смещена назад в рукоять но в принципе не сказать что это как-то очень дискомфортно ощущается еще одна интересная особенность это сама конструкция рукояти то как она собирается обратите внимание что с этой стороны ножа винты есть а с этой стороны ножа ничего нет и и на самом деле это радостно по большому счету потому что все таки вот чем меньше мелких деталей в ноже при разборке тем это действительно лучше проще и удобнее здесь есть полная гарантия того что винты спокойно выкрутиться и спокойно вкрутиться вам неожиданно не потребуется например две отвертки клипсы ножа вот это стандартная кершевская клипса она очень хорошо работает конечно надо сказать что кершени zero tolerance в данном случае для ножа этой линейки не могли просто разработать новую клипсу специально для этого ножа но тем не менее то что здесь есть это клипса комфортно и которая довольно таки глубоко садится на карман это на самом деле очень здорово хотя некоторые считают что подобная клипса должна использоваться только в совокупности с темляком что как бы вот нож у вас должен быть утоплен а темляк торчать наружу так удобнее доставать ну честно говоря я не сторонник такого мнения здесь кстати нужно еще отметить что клипса переставляется на другую сторону в отличие от некоторых других ножей серии с этим тут никаких проблем нет потому что не требуется посадочное место а вот по поводу крепежа темляка здесь конечно нужно показать темляк здесь крепится не через отверстие как на многих других ножах а вот через такую вот штифт небольшой и причем любопытно то что крепить его придется через вот так то есть продевая концы паракорда как бы через рукоять их потом нужно хорошенько натянуть ну и конечно возникает резонный вопрос а не разрежет ли клинок этот паракорд при закрывании но многочисленные эксперименты западных коллег показывают что добиться этого можно только если специально подпихивать вот с той стороны паракорд для того чтобы до него как-то по крайней мере немного дотянулся клинок ну это он его не разрежет а он его скорее всего просто немножко придает обратно к этому штифту на которого намотан нравится ли мне такое решение мне нравится потому что я темляками пользуюсь достаточно редко как бы такое решение мне кажется менее заметным чем темлячное отверстие традиционно то есть для меня это в общем в принципе интересно но те кто темляки любит обратите внимание на то что будут некоторые скажем так необычные особенности их крепления если бы я полагал что ролики про ножи смотрят только люди которые ножами действительно всерьез интересуются то про открывание закрывание этого ножа я бы снял вот так все в принципе это все что нужно показать людям которые уже видели ножи серии ланча они все поймут но для тех кто на самом деле не очень интересуется этой серии ножей нужно отметить следующие особенности во-первых здесь действительно очень комфортное открывание у керша своя такая разработанная система своя пружина по сути дела система сама по себе здесь не то чтобы очень оригинальная которая обладает очень приятными особенностями во-первых при открывании она с одной стороны надежно позволяет открыться клинку но с другой стороны не сильно колотит вам в руку и это очень здорово на самом деле от подобный вот баланс есть только пожалуй у ножей немецкой бекера остальные производители ножей с боковым выбросом клинка предпочитают делать такие пружины которые норовят выдернуть нож у вас из руки просто в момент открывания ну а самое конечно главное удобство заключается именно вот в этом то есть пружина такая достаточно эластичная и в принципе несмотря на то что надежно открывает нож позволяет достаточно легко приноровиться и закрыть его одной рукой то есть у меня надо сказать что в собственности нет своих автоматов не то что серии ланча вообще практически никаких последнее время как-то и не пользуюсь такими ножами но тем не менее вот такой нож достаешь из коробки и в общем-то сразу получается закрыть его одной рукой а на самом деле в каждодневном использовании это довольно дорогого стоит ну и клинок ножа с одной стороны вроде бы здесь все как обычно я уже сказал что традиционная сталь применена в принципе такого ничего нового но есть вот огромное количество деталей которые очень сильно выделяют этот нож даже среди его собратьев по серии во-первых начнем с того что выделили даже сами маркетологи компании герша указав на то что вот здесь использована форма клинка ворнклиф такая как бы чрезвычайно режущая геометрия на самом деле ворнклиф это по-крупному такая форма но которая во многом очень сильно на любителя давайте я вам так и его покажу с одной стороны да когда у вас ножей много разных то наверное предполагая какие задачи будут сегодня ворнклиф вы можете взять потому что это действительно такая геометрия которая позволяет очень комфортно разрезать что-то сверху вниз вот например какие-нибудь картонные коробки резать там и прочие такие вещи делать она позволяет довольно комфортно резать на весу тут есть определенные выигрыши но если в вашу работу входит рез на плоскости который вот универсальных ножей реализован ну несколько покомфортнее то когда вы пользуетесь ворнклифом вы рискуете столкнуться с тем что скорее всего резать вы будете ну вот буквально вот вот какой-то небольшой частью клинка от начала вот потому что просто кончик будет у вас упираться в ту поверхность на которой вы режете и собственно это будет вот так работать здесь то просто надо иметь в виду но зато посмотрите как этот ворнклиф сделан если показать его поподробнее во первых здесь такая очень симпатичная двунаправленное сатинирование двухтоновая как сейчас принято писать на сайтах потому что оно имеет разную что ли чистоту скажем тогда из-за этого создается как бы разный цвет клинка у керша zero tolerance у них вот очень здорово на американском производстве они научились это делать то есть понимаете как бы здесь вот вот очень хорошо видно глазу вот такая вот как бы насечка условно говоря даже давайте это так назовем в данном случае то есть понятно что это следы от абразивов то есть они очень хорошо видны с одной стороны но с другой стороны они почти не чувствуются пальцем ногтем совсем чуть 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 можно только потрогать это такой очень своеобразный в плане вот тактильного ощущения клинок на самом деле в резе это тоже здорово потому что когда вы что-то режете все-таки вот как бы ни было но покрытие клинка или иные они все-таки имеют определенную адгезивную способность ну вот например если так как апофеоз взять покрытие серокот то она да например достаточно плохо проникает в мягкие материалы то есть понятно дело что вам просто придется немного сильнее давить и все сработает но как бы тем не менее вот такая еще средневековая традиция полировки прям в зеркало ножей она связана не только с защитой их от коррозии а в первую очередь с тем что вроде бы как пусть и на минимальном уровне но можно было повысить вот проникающую способность в разрезаемые материалы это плюс и вот здесь как бы получается что вот эти как бы риска такая идущие именно вдоль направления реза это как бы вроде бы так хорошо ну и выглядит конечно на мой взгляд роскошно во вторых на части клинка здесь сделано черное покрытие решение такое ну прямо скажем на серийных ножах я даже припомнить не могу видел ли я такое раньше потому что ну вот встречается достаточно редко здесь еще и такая хитрая фрезеровка на обухе начиная с того что форма самому клинку придано так еще и вот здесь вот в части площадки для постановки пальца тоже такие сделаны выборки как бы назовем это так ну в общем здорово действительно очень интересно выглядит и знаете как бы с точки зрения функции ведь неплохо то есть на самом деле я посмотрел несколько обзоров моих коллег в том числе зарубежных и обратил внимание на то что неоднозначно как-то вот так вот сообщество приняло вот этот чоил вот скажем так сделаны здесь то есть в принципе конструкция то его такая ну скажем так не первый раз встречающиеся когда делается чоил получается или дулька как у нас правильно говорят на клинке и плюс вот такое место куда можно упереться указательным пальцем на рукояти ножа в ряде случаев это решение бывает очень удачно например как на гриптилиане то есть там дулька небольшая но зато вот такой хват через чо реализован прям очень комфортно здесь надо сказать вызывает сомнение конечно то что вот посмотрите как бы угол но он прям очень такой близкий довольно острый на первый взгляд при может так показаться что но очень высока вероятность поранится если взять вот так вот нож но вот знаете честное слово по крайней мере вот когда берешь его именно в руки вот так держишь то впечатление того что будешь постоянно накалываться при каком-то вот именно контролируемом строгане типа там допустим карандаш точить или что-нибудь такое здесь лично у меня по крайней мере не возникает и вообще вот этот краешек про который все так много говорят я его не чувствую острым может быть конечно это особенность экземпляра но еще одно вот я хотел показать почему потому что видите вот на самом деле если посмотреть сюда то хорошо видно что здесь как бы есть такая площадка такая схематически которую можно взять расширяющийся и откровенно говоря держать там палец удобно и ощущается это достаточно безопасно вот на самом деле предлагаю где-нибудь в комментариях поговорить о том интересен ли тест и как его провести по данному вопрос то есть понятно что надо строгать мне хотелось бы подвергать опасности собственные пальцы в этот момент но вот как-то бы его сделать так чтобы по крайней мере ну сделать какое-то количество строгательных действий потом как-то сказать ну хотя бы как оно в ощущениях вообще в принципе получается есть ли опасность нет потому что палец не проткнул мы посмотрим как это будем делать но тем не менее предложение вот такое потестировать этот нож есть потому что это в общем-то довольно спорный момент эргономики про который часто говорят заточка клинка ну в общем керша скажем так не такой кошмар как на бенчмейде в праве в плане рисок но и конечно не так это прям зашлифовано как сейчас бывают подводы на китайских ножах такое впечатление что прям конечный финиш иногда делают вот здесь в этом отношении все в порядке но надо понимать у ножа сведения в районе приблизительно 040 45 миллиметров вот приблизительно вот такое то есть он достаточно тонко сведен но это прям не ультра тонко но это прям сидение такое все-таки ближе к тонкому вот и конечно сочетание с вот это вот очень режущей геометрии клинка работает это прекрасно слабая сторона универсальности этого ножа это конечно все таки во первых сама геометрия вон ворнклиф вот такая потому что в ряде работ она не очень-то удобно и конечно вот такой вот очень тонкий кончик ну то есть некоторым людям не нравится когда инструмент который он не носит в кармане не позволяет что-то так прям более-менее серьезно поковырять тут конечно надо иметь ввиду что если вы ковыряете своим ножом более-менее регулярно это точно нож не для вас но зато плане как раз своей режущей способности именно при таком клинке даже на плоскости вот именно благодаря такому тонкому кончику резать этим ножом будет ну сколько-нибудь комфортно если только учитывая тот момент что вы не сможете задействовать всю его режущую кронку во многих обзорах ланч 13 говорят о том что у него довольно таки тонкая рукоять но как бы как вам сказать с чем конечно сравнивать потому что понимаете вопрос заключается в следующем вообще в принципе тонкая рукоять ножа по крайней мере складного это зачастую благо потому что так его гораздо удобнее носить в кармане если вы его носите на клипсе при этом нужно соблюсти баланс связанный с тем что ну допустим когда рукоять уж очень тонкая то при строгательных работах нож начинает быстро наминать руку но вот ланч 13 он лишен такой особенности потому что понимаете вы говорите что вот эта тонкая рукоять нет вот эта тонкая рукоять я думаю что тут прям глазами видно насколько они заметно отличаются по толщине поэтому ланч 13 никакой как раз проблемы с этим нет особенно подтверждают а потому что вот когда вот так ставишь пальцы здесь и здесь фехтовальный хват учитывая что еще таки здесь аккуратно очень снятые фаски нет острых краев то нож лежит в руках ну прям очень комфортно прям очень-очень хочется сказать что керши ланч 13 это вообще такой по-своему действительно чудесный ножик она безусловно из ярчайших новинок 2020 года по крайней мере от корпорации кай но по большому счету вот вся его вот эта вот чудесность она находится в его дизайне то есть если вы вообще в принципе просто любите и считаете удобным для себя для своей работы пользоваться геометрии клинка ворнклиф то вам этот нож нужно посмотреть точно хотя ножей с такой геометрии последнее время хватает есть из чего выбрать но тут вот вот весь вот этот дизайн рукояти вот традиционные для серии решения которые здесь применены это конечно все чрезвычайно подкупает как минимум посмотреть на этот нож кроме того вот понимаете его главная особенность это дизайн вот общий дизайн ножа он с одной стороны очень агрессивный очень необычный с другой стороны я не вижу в нем каких-то вот конкретных проблем с работоспособностью то есть как бы очень часто бывает так что на некоторых но скажем так кастомных ножах на которых вот подобные ходы в дизайне они приведены какой-то более превосходной степени чем на ноже ланч 13 часто возникают проблемы с работоспособностью итоговые вот этого вот дизайнерского решения а вот тут получилось сделать такую штуку что вроде бы как на первый взгляд может показаться что это нож ну просто дизайн ради дизайна а когда начинаешь попробовать им пользоваться да нет вроде бы ну с некоторыми может быть мелкими оговорками о которых я сказал но в целом то все в порядке и вот это конечно очень сильно привлекает к подобной конструкции ножа вообще к подобному решению ну и конечно знаете хочется отдельно добавить такую штуку вот когда вы ищете полноразмерный сверхлегкий нож я вот некоторое время назад думал что лучше вот этого решения в 2020 году ничего не вышло но оказалось что почти в два раза дешевле можно купить нож ну можно сказать практически от того же самого производителя да еще и получить автоматическое открывание клинка автоматы любите нравятся вот такие вот решения и любите чтобы с одной стороны нож был достаточно большой а с другой стороны был совершенно не заметен в вашем кармане не пропустите новый ланч 13 с вами на канале мессер мессер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока